МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире по-прежнему ННТВ. Время программы объективное интервью. Сергей Валентинович Кучин, мой дорогой гость. Добрый вечер. Давненько вы у нас не были. Министр информационных технологий, связей и средств массовой информации Нижегородской области. Один из первых вопросов. Мы всякий раз, когда вы приходите, эту тему затрагиваем. Но всякий раз приходят какие-то любопытные новости. И мне кажется, человеку здравому, умеющему считать свои деньги и ценить свой комфорт, эти новости не помешают. Госуслуги. Я изложу вам скомкано то, что я услышала, а вы меня по полочкам поправите, если я в чем-то ошибаюсь. Оказывается, вот такая неприятная для всех автомобилистов вещь, как штрафы, которые приходят с камер. Зачастую мы ведь проверяем их, когда собираемся выехать за рубеж или еще в какие-то длительные отрезки времени, просто убедиться, что посмотрел, штрафов нет, штрафов нет. Так вот пролетела информация, что если ты зарегистрирован на этом самом портале госуслуг и пришедший штрафы любые, ну и вообще любая информация автоматически попадает к тебе в качестве уведомления на электронную почту, а такая функция там тоже есть, уведомлять о всех новостях, то успеет ты оплатить штраф в течение, по-моему, 10 или 20 дней, ты платишь его ровно пополам, то есть если тебе прилетело 500 рублей, 250 и дальше езди осторожней. Вот уж простите, что я сразу с этого, но расскажите. Действительно, такая норма сейчас в законодательстве есть, она была... Уже принята, а все? Уже принята, да. Это было принято для того, чтобы стимулировать как раз оплату штрафов, ни для кого не секрет, что собираемость штрафов не 100%, многие не платят, и потом достаточно большая работа судебных приставов для того, чтобы добраться до тех самых неплательщиков. Поэтому законодатель принял такое решение, что если ты платишь быстро, то ты можешь заплатить 50%. А дальше возникает интересный вопрос, что мы узнаем действительно о штрафах не всегда вовремя. Уведомления приходят либо по почте в бумажном виде, можно не добраться до ящика вовремя, да, может просто прийти поздно. Или ты просто можешь не жить по прописке начнем с этого. Да, все может быть, и поэтому люди, которые узнают о том, что они, допустим, попались не сотруднику ГИБДД, а на камеру, которая зафиксировала некое нарушение, узнают о том, что есть этот штраф, они уже вынуждены платить полным рублем, хотя законодательно имеют возможность получить некую скидку. Так вот теперь, если вы являетесь еще и активным пользователем услуг в электронном виде, то есть имеете соответствующую регистрацию на портале государственных услуг, и согласились получать уведомления в электронном виде, то вы информацию о оформленном на вас штрафе получаете буквально в течение одного-двух дней. А я уточню, если вы являетесь активным пользователем, то есть это не всем с определенной частотой захождения на сайт, или это вы просто оговорились? То есть нужно быть зарегистрированным, поставить галочку, что готов получать информацию? И портал позволяет либо на электронную почту, либо если вы являетесь пользователем соответствующего мобильного приложения, то в режиме, так сказать, пуш-уведомления, который выскакивает на экране смартфона, вы получите такую информацию, что вам начислен штраф, и вы имеете 20 дней для того, чтобы оплатить этот штраф со скидкой в 50%. Ну 20 дней, это с учетом того, что его можно оплатить там же в компьютере? Его можно оплатить непосредственно на портале, можно оплатить с этого же телефона, прям нажатием нескольких кнопок, и головная боль просто-напросто исчезает. По этому поводу не надо искать ни терминал, ни идти в банк, тратить свое время, сэкономить еще какие-то деньги. А вот маленький момент относительно оплаты на портале. Среди госуслуг есть, скажем так, более бытовые и более серьезные с точки зрения юридической, где необходимо личное присутствие и личная подпись. Вот правильно ли я понимаю, что, может быть, одной из причин до последнего времени неабсолютной востребованности гражданами госуслуг было как раз то, что там регистрироваться не быстро. Это надо, значит, в компьютере заполнить что-то, а потом пойти куда-то, очередь отстоять, что-то получить, то есть проще точно так же раз в месяц выйти и заплатить. Вот насчет этого момента. Именно так, совершенно право. Действительно, процедура регистрации на портале госуслуг была достаточно сложная. Она была сложна не потому, что нужно было пройти несколько этапов, а потому, что нужно было подтвердить свою личность в очень ограниченном количестве мест. То есть, например, на самом начале в Нижегородской области это был единственный центр, наш дом связи на площади Горького. Имея планшет, приедет к Горьке и поедет. Да, надо было прийти с паспортом, подтвердить, что я это я, и после этого только получали пароль. И нарисовать свою подпись, чтобы ее потом использовали. Соответствующий доступ на портал госуслуг. Сегодня эта процедура сильно упрощена. То есть, есть два способа регистрации. Один такой простой, когда вы просто на портале государственных услуг заполняете определенную форму, указываете свои данные и номер своего телефона, получаете СМС, и все. И вы являетесь уже пользователем портала государственных услуг. И можете получать те услуги, где не требуется получение неких документов. То есть, строго говоря, записаться на прием в клинику я могу. Записаться на прием, получить информацию о тех же штрафах. А взять, допустим, информацию в каком-то государственном органе? Да, там требуется уже более сложная регистрация, когда все-таки потребуется подтвердить свою личность в определенном месте, где уже человек, сотрудник, сверит вас с документом, удостоверяющим личность и даст соответствующие ключи доступа. Но только новшества — это не определенное место, а теперь уже определенные места. Сейчас, да. Штук 300 по Нижегородской области. Эти мест по Нижегородской области на сегодняшний день 304. Это все многофункциональные центры. Это практически все администрации муниципальных образований. Это многие органы исполнительной власти региональные. То есть, один-два в районах, а сколько в Нижнем? Очень много. В Нижнем их несколько десятков. На самом деле, на сайте министерства, на портале государственных услуг есть подробная карта с такими местами, с центрами удостоверяющими, где можно получить полноценный доступ к порталу услуг. То есть, действительно, это очень просто. Это в пределах шаговой доступности, наверное, для всех граждан. То есть, ты один раз потратил время на регистрацию. Один раз дошел вот до этого самого многофункционального центра. Подтвердил регистрацию, чтобы получить, значит, уже в обмен на свое лицо и свою подпись, получить оставшиеся услуги. И после этого, во-первых, в любом месте, где тебе отказали или некачественно обслужили, ты можешь в качестве подтверждения своей позиции предъявить историю со своего сайта, что ты обращался, что что-то было не так. В том числе и так. Сейчас, действительно, количество государственных и муниципальных услуг, которые можно получить в электронном виде, оно огромное. То есть, оно растет, там, с каждым днем все добавляется, добавляется. И многие услуги, которые раньше мы получали только лично, ну, при помощи личного посещения сейчас... Или, да, какой смысл возить с компьютером, все равно нужно будет идти... А сейчас уже можно не ходить по многим услугам. Или ходить только один раз, когда на финише вам все равно необходим документ. То есть, сейчас уже портал государственных услуг позволяет подавать заявления, требующие подписи в электронном виде. То есть, он позволяет подписывать документы в электронном виде непосредственно на портале. То есть, даже в варианте самого серьезного документа, где тебе нужно было лично подать с подписью и с лицом и лично получить, сейчас ты только придешь за тем, чтобы его лично получить. За тем, чтобы получить документ. Уже готовый документ, потому что все остальное уже пройдено как раз в электронном виде. Заявка, обращение, общение и так далее. То есть, это сегодня не необходимо. Я расскажу еще, что раньше, вот мы там, в предыдущих встречах тоже говорили о том, что законодатель сегодня установил требование, что органы власти, государственные власти, органы местного самоуправления не имеют права требовать от гражданина никаких документов, если эти документы находятся в их ведении. У любого другого органа власти. То есть, если раньше мы должны были собирать десятки справок, ходить сами по различным организациям, то сегодня этого не нужно. Но об этом я вот в Дуке один раз уже слышала, что паспорт нигде не требуется, лишний раз вообще его с собой не носить. Ну, если только ваше лицо не предполагает, что будут останавливать на улице. Паспорт как раз относится к документам личного хранения. А вот если требуется, допустим, справка, подтверждающая вашу налоговую историю, справка, подтверждающая определенные права, допустим, в органах социальной защиты, этого теперь не требуется. Это органы власти будут запрашивать друг у друга сами. Так, а если какая-то или какой-то не слишком родивый клерк, не успевающий отслеживать новости, таки скажет, что вот министр Кучин по телевизору, может, что угодно, говорит, на то он и министр, а я сказал, принеси мне справку из налоговой. Можно каким-то образом, вот используя тот же портал госуслуг, есть ли там какая-то, ну, может быть, графа отзывов, комментарии, жалобы? Есть на портале государственных услуг. Я прям как старый кляузник, мне надо все сразу узнать. Есть на нашем портале региональном государственных услуг такие формы, где гражданин может заявить о некачественном выполнении чиновниками своих обязанностей. Если требуются дополнительные документы, если не соблюдаются сроки какие-то, либо выделили, ну, вам оформлена некачественная услуга сама по себе, то можно просто на этом же портале подать заявление, и это заявление будет не просто некое там анонимное обращение. То есть вся история сохранена. Это уже будет официальное обращение, которое попадает под закон работы с обращениями граждан и со всеми вытекающими последствиями. На всякий случай чиновники сейчас несут ответственность, административную ответственность за качество выполнения государственных услуг, в том числе за соблюдение сроков. По многим услугам в электронном виде установлены очень короткие сроки, в днях где-то 3 дня, где-то 5 дней, и если в этот срок человек не попадает, чиновник не попадает, вовремя не ответил, например, то он может нести, естественно, административную ответственность. Это достаточно серьезный такой кнут. Вы знаете, я, к великому сожалению, тысячу раз сталкивалась с тем, что есть сроки реагирования 3 дня, 10 суток, месяц, момент обращения, и если они не соблюдаются, ну, пиши, не пиши. Но хотя бы оно все фиксируется и откладывается. Если у чиновника набирается приличный мешочек, таких, как молодежь сейчас говорит, косяков, то он рассматривается при ближайшем сокращении штата. Ну, смотрите, есть законом установленные правила, есть, естественно, процедуры, которые позволяют контролировать соблюдение этих правил. Для этого есть соответствующие надзорные, контролирующие органы, естественно, как бы эта вся система должна работать. Понятно, что на любом этапе может включиться некий там человеческий фактор, может быть, недобросовестные сотрудники, могут быть технические какие-то проблемы, и тогда вся полнота ответственности уже лежит на всей цепочке всех, кто участвует. Тогда, чтобы служба собственной безопасности, ну, в вашем варианте, как-то иначе называется, не скучала, мы выдаем им сигнал. Надо работать. И потому что у них тоже есть свой план. А вот вы сказали такую фразу «человеческие отношения», и она очень, как мне кажется, часто выстреливает вот в одной из областей – записи в поликлинику. Вот есть записи на портале госуслуг, дальше же выясняется, что где-то доктор один ведет два участка, где-то пришли экстренные больные. Вот мне любопытно, какого плана жалобы на именно какие недоработки вы получаете чаще всего? По какой из отраслей? Ну, чаще всего жалобы поступают там, где наиболее востребованы услуги. То есть по определению, да, где чаще возникает обращение, тем больше вероятность каких-то жалоб. А самыми востребованными сегоднями как раз являются социальные услуги. Если убрать федеральные, то, что касается, допустим, паспорта или ГИБДД, штрафов, оформления водительских удостоверений, например, эти жалобы не мы получаем, а как раз наши коллеги федеральные, а вот то, что касается региональных и муниципальных, это вот как раз медицина. Устройство в садике, записи в поликлинике. Да, очередь в детский сад, в школу, запись в поликлинику, получение каких-то льгот либо компенсаций, в том числе там жилищно-коммунальные услуги. Естественно, за этими услугами люди обращаются чаще всего. И понятно, что бывают разные ситуации совершенно. Я говорил, и человеческие факторы, и технические. И система, медицинская информационная система, которая внедряется в Нижегородскую область, она будет развиваться еще долго-долго, потому что появляются новые какие-то технологии, появляются новые требования. И все, что касается записи на прием к врачу, это, конечно, одна из самых востребованных массовых услуг, потому что очень часто приходится, конечно, обращать. А учитывая, что это сильно упрощает вообще обращение в медицинское учреждение, то, естественно, это и востребовано. И сегодня мы можем записаться на портале, мы можем записаться с смартфоном, мы можем записаться в очередь с терминалов, которые стоят в медицинских учреждениях либо в каких-то других бюджетных организациях. Поэтому, действительно, здесь, кроме того, что есть технические какие-то условия, созданные в рамках самой системы, есть еще и достаточно большой объем работы на уровне самих медицинских учреждений, потому что для того, чтобы правильно сформировать очередь, нужно составлять графики врачей, их работы по всем медицинским учреждениям, их надо корректировать вовремя, обновлять, ну, понимать, да, то есть врачи тоже люди. Человек заболел, например, не вышел на работу, надо скорректировать очередь, потому что люди придут. Для этого нужно внести изменения куда-то. И тут получается такой достаточно большой вал работы. Это даже уже не столько врачи, это вот работники регистратуры, которых при этом несознательная часть граждан, любящие поболтать, постоянно дергает звонком от вопроса, как к вам пройти, на каком транспорте проехать, до почему нет такого или такого врача в штате поликлиники. Получается, что именно вот эти люди должны получить некое базовое, пусть краткое, но очень профессиональное и концентрированное обучение, работе вот со всем этим. Кадры вы как подбираете? Ну, то, что касается кадров конкретно по теме медицины, тут специально вот под эту задачу кадры, конечно, вряд ли подбирают, их учат. То есть, действительно, задача всех и нашего Минздрава, и наших руководителей лечебных учреждений стоит в том, чтобы всех людей, которые так или иначе будут касаться новых технологий, обучать этому процессу. То есть, количество сотрудников, вы понимаете, да, оно очень большое, и поэтому там есть соответствующие программы обучения, есть специализированные организации, которые учат этому. Ну, и в крайнем случае есть регистраторы от Бога, да, у которых все... Те, кто уже умеют, да, и могут научить своих коллег, действительно, это есть. И вот тогда вторая часть уже не предоставляющих услугу, а пользователей услуги. Ведь огромное количество пожилых граждан, зачастую, они даже не начинают разбираться в том, что заведомо пугает, и кажется, им очень сложно. Вот, например, наша бабушка, дай ей Бог долгих лет жизни и крепкого здоровья, но, по счастью, она имеет прекрасного 15-летнего внука, одним звонком которому оплачиваются все необходимые, там, буквально, хотелось сказать, штрафы. Нет, не штрафы, все-таки квитанции, счета. И производится запись. Вот тот, кто не умеет этого делать и зачастую имеет обычный старенький телефон, так называемую звонилку, дома без компьютера, но при этом не является вот той узкой и абсолютно кинематографической категорией граждан, кто ходит в аптеку в Сбербанк поболтать. Вот они могут единожды прийти в МФЦ, взять какую-нибудь девочку за пуговицу, и чтобы она им уделила минут 20, введя их, зарегистрировав их и показав, что Мария Ивановна, вы когда в следующий раз придете, вот сразу скопите все свои нужды, и вот на этом терминале вы сами очень просто все сделаете, или я подойду и помогу. Есть ли вот, что касается именно населения, потому что вы заинтересованы в том, чтобы довести почти до 100% количество пользователей, кто им поможет, если нет детей? Ну, вы совершенно правильно обозначили вот эту вторую тему. Сегодня на уровне Российской Федерации есть две, в определенной мере, конкурирующих, два конкурирующих механизма оказания государственных и муниципальных услуг. В чистом виде электронные услуги, через сайты, порталы, смартфоны. И МФЦ, многофункциональные центры, которые становятся некой точкой входа ко всем услугам, но уже очно, так сказать, посещение. Не нужно посещать много различных организаций, а можно прийти в многофункциональные центры и получить все услуги. И вот здесь есть на уровне МФЦ как раз сейчас задача совмещения этих двух способов получения государственных услуг. То есть действительно есть задача, которая поставлена всем операторам, которые там работают. Они специально для этого обучены. Когда гражданин, придя в МФЦ, не являясь пользователем портала государственных услуг до этого, может обратиться с просьбой его зарегистрировать, и сотрудник МФЦ обязан ему в этом помочь. Специально выделенный? Нет. Потому что в каждом кабинете сидит тот, кому выдан талончик, и есть очередь ожидающих своего номера. Вообще по идеологии МФЦ все сотрудники, сидящие в окнах, они универсальны. И вот когда там выдаются электронные талоны, по логике они могут попасть в любую из этих окон. Конечно, по каким-то услугам есть отдельная специализация, требующая более глубокого погружения. Там это какие-то единичные, может быть, окна, где сотрудники занимаются каким-то ограниченным перечнем услуг. Но в целом операторы МФЦ — это люди универсальные, которые могут взять там заявление, либо помочь обратиться, либо выдать любую государственную муниципальную услугу. А для этого как раз появляются специально созданные информационные системы, которые интегрированы жестко с системами жестов и взаимодействия, с порталом государственных услуг. То есть здесь оператор является неким посредником между гражданином и порталом, тем же самым. Почему, наверное, никогда, фу-фу-фу и дай бог, мы не перейдем на жизнь в среде роботов, потому что без души, даже с госуслугами, с порталами делать нечего. Обязательно я человеческий фактор. Ну, объективно всегда. Я тут надеялась поговорить еще на массу тем, но они такие очень спокойные и текущие. Я буду ждать вас в следующих эфирах. Но вот очень бы хотелось коснуться вашего, ну, пожалуй, что детища. Все мы прекрасно знаем великолепный совершенно апрельский IT-форум. Нижний тут уже очень твердо свое имя произнес и вписал. Вот, IT-конкурс. Вот по 2016 году я смотрю лучшие проекты в сфере промышленности производства, в сфере госуслуг, образование, медицина, госсектор, обеспечение безопасности, социальный проект среди учащихся образовательных учреждений, средних и среди студентов. То есть, по большому счету, ведь те же госуслуги, наверное, когда-то и разработали-то вот эти вот самые умницы, айтишные головы. Что мы ожидаем в этом году на IT-проекте года? И, может быть, вы приведете пример какой-то конкурсной работы, которая потом выстреливала так, что становилась нужна всем. И как мы без нее раньше жили? Вообще, это наша проба. Этот конкурс первый пройдет в Нижегородской области. До этого не было профессионального конкурса в этой сфере, и мы решили, что это несправедливо. И поэтому как раз в апреле на том самом IT-форуме анонсировали, что давайте-ка проведем в Нижегородской области конкурс профессиональных проектов в сфере информационных технологий. Это была такая проба пера. Посмотреть вообще, насколько появится интерес у разработчиков, насколько появится интерес у людей, которые являются потребителями таких услуг. Мы сформировали определенные правила этого конкурса, сформировали группу профессионалов, которые готовы выступать экспертами и продвигать это дальше. И надеялись собрать пару-тройку десятков проектов на первый раз для того, чтобы их оценить потом и посмотреть, что это интересно. Я вам скажу, что на сегодняшний день мы собрали 124 заявки. Я как раз хотела сказать, вы ступаете на такую любопытную почву. Вот тут есть хитрость. Обычно в любой профессиональной сфере, если речь идет о конкурсе, истинные профи такие, мэтры, они далеко не на каждый конкурс пойдут, потому что они считают что-то уже ниже их уровня. Вот у вас тут заявлено, буквально-таки, IT-компании, вузы, учебные заведения, стартап-проекты в области информатичной технологии, некоммерческие организации, школьники, студенты, частники, занимающиеся разработкой и внедрением IT. Понятно, что они немножко разделены. Но, строго говоря, есть там талантливые ребятишки 40-й школы, есть интеловские мэтры. А поэтому у нас разные номинации. Поэтому у нас есть номинации для школьников и студентов, есть номинации для вузов, есть номинации для профессиональных компаний, которые делают проекты уже для конкретных отраслей. Ну и таки последний вопрос. А что им за это будет? Кроме славы в ВИКах и использования этих IT-проектов, призовой фонд в наличии? Нет, я специально говорю, что в этом конкурсе нет ни рубля бюджетных денег. Это в чистом виде сегодня такой позиционный конкурс. Мы хотим посмотреть, насколько наша отрасль активна. Если вы не выдаете призы, то это превращается в хитрую площадку, где отсматривают потенциальных сотрудников. Дай бог, чтобы они остались потом в России. Ну и в идеале еще и в нижнем. Не боитесь просто-напросто засветить особо талантливых ребят раньше времени, потерять их? Не боимся. У нас специально, наоборот, задача стоит по поиску талантливых людей. Есть много различных механизмов, и я думаю, это будет одним из них. Ну что ж, как мне кажется, не знаю, как нашим зрителям, я очень много получила любопытной и конкретной информации. И я беру с вас обещание, что вы не будете затягивать свои визиты вот в прежнем варианте раз в полгода. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok